Итак, добрый вечер все, кто подключился на прямую трансляцию. Добрый вечер все, кто смотрит на ютубе сейчас и все, кто будет смотреть потом в записи. Мы продолжаем наш цикл по дубликации, о элементарных простых шагах, которые приводят нас к успеху в нашем бизнесе. Может быть, даже кому-то это помогает в каких-то его собственных делах, потому что темы на самом деле мы открываем очень интересные. Особенно сегодня у нас будет тема «Основной побуждающий фактор и психотипы». Это помогает вообще в общении с людьми не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. У нас разные бывают ситуации. Так, меня зовут Федорова Любовь, кто смотрит впервые. Я оригинальный куратор Латвии и вот спикер по дубликации. Мы рассматриваем всегда в рамках данной темы 8 задач. Было изначально 7, но я добавила основной побуждающий фактор как тему, которая даже не входила в цикл. Но она мне очень понравилась, потому что она для меня кажется очень важной. И мы уже рассмотрели на предыдущих вебинарах постановку целей, работа с контактами, планирование, телефонные звонки, как средства коммуникации, как навыки коммуникации, как телефонный этикет. Да, тема тоже такая интересная, которая пригождается в жизни, не только в бизнесе. И вот сегодня мы рассмотрим две следующие темы. «Основной побуждающий фактор» и презентации проекта с учетом психотипов людей. То есть как нам делать презентацию для того, чтобы учесть тип человека, который сидит перед нами. Итак, всех людей можно условно разделить на 4 психотипа. Их психологи делят по разным критериям, на разные группы. Там, допустим, есть типа характера. Здесь психотип – это то, как человек общается, как он воспринимает ситуацию, больше к этому, воспринимает информацию. И вот их можно разделить на таких 4 психотипа. Это командиры, звезды, аналитики и гуманисты. Их даже, если вы в интернете найдете какие-то графики, вы увидите, что они все будут, соответственно, раскрашены в красный, желтый, синий и зеленый цвет. Так легче, наверное, запомнить. Итак, кто же такие командиры? Командиры – это люди, для которых очень важно такое, наверное, как сочетание – это цель, процесс и контроль. То есть они знают, чего они хотят. Для них важно, чтобы все было на высшем уровне, то есть выше стандарты, чтобы это было выгодно, чтобы это было прибыльно, чтобы это было комфортно и качественно, чтобы это была гарантия, чтобы была надежность. То есть командир, он достаточно эмоциональный человек, но в таком плане, как увидел цель, дал распоряжение, проконтролировал, потребовал отчета. Потому что он сам так все воспринимает, сам так все делает. И он требует от своих подчиненных того же самого или от тех людей, с которыми он общается, с которыми он выстраивает какую-то коммуникацию. Из них получаются хорошие начальники. Главное, чтобы это не был самодур, чтобы он все-таки был немножечко гуманист, о котором мы сейчас поговорим тоже. Чтобы он к людям относился достаточно тепло и по-доброму. Тогда это будет очень хороший тандем. Потому что с хорошим начальником, который понимает, чего он хочет, на самом деле работать очень легко. И когда-то я была на тренинге, и нам привели пример психотипов конкретно из мультфильма «38 попугаев». Это старый советский мультфильм. И там его четыре героя очень подходят как раз под эти психотипы. То есть командиром был попугай, который ходил и рассказывал, надо делать вот так, и так, и так. И так будет лучше, и так будет выгоднее. Да, он там крылышки за спину закладывал, и вот шел, и говорил, и говорил, и говорил. Типичный командир. Звезды – это люди очень воздушные, очень позитивные. Это, говорят, звезду называют человек-праздник, потому что он хочет быть в центре внимания. Для него важны атрибуты статуса и успеха. Они доброжелательные, общительные и очень позитивные люди. Они лёгкие в общении, но они обидчивые, они не выносят критики, его легко ранить. Потому что, понимаете, он звезда, и надо, чтобы им восхищались. И если мы не согласны с ним, то, конечно, чтобы не поломать с ним взаимоотношения, мы будем общаться с ним достаточно аккуратно, корректно, да, потому что, например, человек обидчивый и ранимый. В мультфильме это была мартышка. Она, когда говорила, рестикулировала. Она прыгала то на забор, то на дерево, то на ветку, то повисла, то вниз головой, то вверх головой. Она всё время привлекала к себе внимание. То есть типичная звезда, чтобы вот всё, что она говорила, и зрители за ней вот так вот водили глазами, чтобы не потерять её из виду, чтобы она была на виду, чтобы её слушали, да, вот это такие типичные звёзды. На самом деле это очень хорошие, позитивные люди. Гуманисты – это люди, которые заботятся. Для них главная поддержка и забота об окружающих. То есть это люди, живущие чаще не для себя. Это человек для других. Это человек для комфорта других. То есть ему присущи человечность, сопереживание. Он ориентирован на отношения. Ему очень важно, что о нём подумают люди, о его поступке. Ему очень важно, чтобы его ценили, уважали, чтобы вот мнение другого человека было о нём положительное. Да, он достаточно, они достаточно трудолюбивые и творческие люди, но вот для них важно, чтобы всё сделано было правильно, чтобы всем было хорошо, да, чтобы вот всем угодить. Вот это у нас гуманисты. Вот они могут сомневаться, подбирать верное решение, проверять, а как будет лучше, так или так, а не обидится ли вот в этом случае кто-то. А если мы сделаем по-другому, то вдруг мы тут кого-то заденем, да, то с ним будут долго размышлять. Вот у Дав в мультфильме тоже, он всегда предлагал какие-то альтернативные решения, да, потому что ему хотелось, ну, позаботиться о других людях, кто будет в данном процессе, допустим, участвовать. И аналитики, их называют ещё дипломатами, это люди, которые могут в мелочах, очень долго ковыряться в мелочах. То есть для них важны цифры, факты, они будут анализировать, сопоставлять. Для них очень важно, чтобы была какая-то система, какой-то порядок, очень такая точность, они скрупулёзные, да, они требуют конкретики. Если мы с ними будем говорить о технологии, нам надо запастись терпением, терминологией и очень мелкими датами, фактами, потому что их всё это будет интересовать. Дипломаты, аналитики очень чётко видят риски, моментально их выцепляют и будут очень долго об этом говорить и спрашивать. Это я уже забегаю вперёд, когда мы будем с ними говорить о презентации. Они ориентированы на дело, им надо, чтобы было выполнено дело, но прежде чем они за него возьмутся, они будут очень долго готовить для него почву. Потому что им важно, чтобы если они взяли за это дело, чтобы оно было выигрышным, чтобы оно, как сказать, прийти к запланированному результату, к желаемому результату. Поэтому они будут очень долго готовить почву для того, чтобы, вернее, перед тем, как начать. При первом общении, при первом контакте с этими людьми очень важно понимать, что с командиром нужно говорить чётко, коротко и конкретно. Этот сам такой человек, и если мы к нему пришли с делом, с деловым предложением, то мы должны абсолютно коротко и чётко сформулировать своё предложение. Со звездой улыбаться, показывать искренность, не быть напряжённым, быть в свободной позе. Переговоры со звездой абсолютно нормально подразумевают даже какое-то угощение, какую-то чашечку кофе. То есть звезду вы абсолютно этим не обидите, а наоборот вы только его раскроете. Если вы скажете, вот мы сейчас перед тем, как поговорить, давай вот кофе, вот тебе угощение, вот я тебе принёс там что-то. Если вы знаете уже этого человека, и, допустим, если это незнакомый человек, конечно, вам не обязательно ему давать подарок, хотя тоже можно в памяти нашей встречи даже вот ручку звезде подарить. Всё это уже здорово. Если это человек, которого вы уже знаете, и просто сегодня вы с ним разговариваете и делаете ему деловое предложение, то можно здесь и угощение, потому что вы знаете, что ему нравится, и чашечку кофе там, и всё остальное. То есть при деловом разговоре со звездой всё это уместно. Гуманист. С гуманистом разговаривая, нам необходимо всё-таки проявлять интерес. Первый вопрос при встрече, как доехали, как добрались, всё ли было хорошо, это уже будет располагать, потому что он всегда заботится о других людях, и, в принципе, естественно, ему будет нравиться, если вы будете заботливо относиться к нему, поинтересуйтесь хотя бы, как прошла его дорога до нашей встречи. Показывать свою компетентность, обязательно искренность, ну и поддержка. Если ему нужна поддержка какая-то, то мы понимаем, что мы можем откликнуться. То есть мы ему, во всяком случае, можем пообещать, что да, всё здорово, всё хорошо, если нужна будет помощь, вообще без проблем обращайтесь. С дипломатом, когда у нас будет состояться первый контакт, первая встреча, в обязательном порядке побольше деталей, вот как я уже сказала, запастись мелкими деталями, будет показать себя экспертом в данном деле, чтобы мы могли отвечать на его вопросы, потому что он может задавать их много. Чего нельзя делать при общении с этими людьми? С командиром нельзя манипулировать, показывать некомпетентности, быть нечестным, потому что он всё это увидит, он всё это почувствует. Со звездой нельзя быть неискренним, нельзя критиковать, нельзя спорить, выглядеть неопрятно, навязывать там что-то, своё какое-то решение, потому что звезда, ему очень важно, чтобы он сам принимал это решение, и на него нельзя давить. С гуманистром нельзя быстро говорить, не слушая его, и торопить с решением. Гуманист будет, он не сможет принять быстрое решение, пока он не поймёт, что будут чувствовать окружающие люди от его действий, поэтому ему нужно обязательно давать время подумать о последствиях. Ну вот он такой человек. Ему тоже нельзя ни в коем случае навязывать своё мнение, потому что вот из тех же соображений ему нужно будет проанализировать. И с дипломатом нельзя преувеличивать выгоду и вступать в спор, потому что дипломат всё равно докопается, он будет эти мелочи все разбирать, он обязательно докопается, и если выяснится, что мы преувеличили, то значит мы его это равно, мы его обманули. Значит, нами дело иметь не будут. Командиры ценят качество, люкс, функциональность, как мы говорили, финансовую мотивацию для него выгодно равно прибыльно. Если он видит выгоду, он будет вообще нас слушать. Если он выгоду не видит, он может, в принципе, нас остановить и не слушать. Вот. Ну и высокие стандарты, это очень важно. И поэтому, когда мы ведём презентацию, и мы понимаем, что перед нами типичный командир, то на что мы можем обратить внимание конкретно в презентации? Да, мы рассказываем о технологии. И здесь важно сказать, что у нас технология строительства разбита на 15 этапов, что на каждом этапе ставилась цель. Нужны были определённые средства, на которые выполнялся определённый объём работ. То есть, так как этот человек сам работает только с целью, есть цель и есть чёткий план работ, то здесь мы должны показать, что наша компания, куда мы его приглашаем, работает точно так же. Дальше. Доказательства. Испытательные площадки. В обязательном порядке рассказываем об этапах строительства на этих площадках, чего мы уже достигли, что у нас есть, где у нас есть. То есть, он должен понимать, что информация есть, открыл, посмотрел, захотел, приехал, увидел собственными глазами. Также очень важно рассказывать, что в нашем маркетинге можно получать, есть карьерный рост. Мы рассказываем всё о статусах и о карьерных возможностях. Да, если вы командиру скажете, что вот, пожалуйста, здесь ты можешь, станешь по статусу лидером, и у тебя уже есть три человека, которые являются твоей командой, которые будут ориентироваться на тебя, которыми ты можешь как-то управлять, помогать, да, и так дальше. То есть, если ты мастер, то у тебя уже девять человек. Даже, по-моему, я каждый раз говорю мастер девять, но там, наверное, тринадцать. Запуталась уже, да? Вот. То есть, для командира это очень важно, надо освежить у себя в голове наш маркетинг. Дальше. Что ценят звёзды? Ну, конечно же, импульс, улыбка, эмоция. Для звезды важно, чтобы это была новизна, вот, чтобы это было что-то эксклюзивного. Это должно зацепить, что вот не такой, как у всех, что у нас проект особенный, что у нас есть наличие специальных бонусов, скидок, скидок, конкурсные программы, да, чтобы звезда понимала, что, вау, тут можно позвездить, тут можно опять все свои качества включить, показать себя со всех сторон. Вот. Ему тоже важно говорить о статусах. Но, смотрите, если мы командиру сделаем акценты на то, что будет команда, будет руководство какой-то командой, например, мы можем также командиру сказать, что у нас можно стать региональным лидером, у нас можно стать спикером, то звезде очень важно сказать, какие у нас есть награды и подарки за статусы, за работу в компании, что у нас есть конкурсы, что выиграть можно путешествия, что можно лично познакомиться с Юницким, побывать в экотехнопарке, сфотографироваться там, сфотографироваться с Юницким, получить его автограф, ну, на каких-то встречах, на которых Анатолий Эдуардович будет присутствовать. То есть для звезды это важно, потому что он будет работать, он будет стараться за вот этот статус, за то, чтобы показать себя, побыть где-то вот в таком месте, где праздник, да? Вот, ну, звезда такой человек, и поверьте, у нас есть в компании типичные звезды, мы видели, как эта звезда загорелась у нас на глазах, это из Вильгии, Кристиан Вандердайвер, он впоследствии стал менеджером по коммуникациям, потом он стал куратором Нигерии, вот, сейчас он амбассадором стал в Нигерии, он открыл целый регион, то есть человек, звезда, ему хотелось быть всегда на высоте, и мы это вовремя рассмотрели, его поддержали, дали ему такие возможности, и он пошел, он пошел, да, он действительно на афишах, во фотографии, он ведет конференции, его приглашают как дорогого гостя, ему это очень нравится, но он выполняет огромную работу, вот, поэтому очень важно, когда мы понимаем, кто сидит перед нами, с кем мы сейчас общаемся, это несложно, потому что несложно распознать, и несложно дать человеку того, то, что ему нравится, то, то, что может мотивировать его хорошо работать, вот, что ценят гуманисты, гуманистам нужно понимать, что в любом случае всегда будет контакт с пригласителем, вот, что, то, что мы предлагаем ему профинансировать, то, что мы предлагаем, в чем мы предлагаем ему поучаствовать, очень надежное, очень удобное, что это экологичное, что это практичное, да, что будет всегда поддержка в работе, если нужна поддержка и помощь. То есть тогда он понимает, что он попал в ту среду людей, ради которых он живет, ради которых он работает и которые к нему будут так же относиться, как и он. То есть ему это нравится. Вообще наш проект, в принципе, для гуманистов, потому что он проект для людей, он проект для планеты, для экологии, для того, чтобы очень часто такое выражение употребляется во имя спасения мира, может быть, это очень громко звучит, но это так, это так. Это спасает, выручает, помогает всему тому нашему огромному дому под названием планета, в котором мы живем. Поэтому когда мы делаем для гуманиста презентацию, конечно, мы не говорим о деньгах. Мы в первую очередь говорим об экологичности, безопасности, о том, насколько это важно для людей, о том, что он будет сопричастен к чему-то такому большому и грандиозному. Так как ему очень важно, что окружающие люди думают о нем и о его поступках, как оценивают его, то точно так же для него будет важно, как наш проект оценивают люди, что пишут в СМИ, в каких выставках мы участвовали, какое впечатление в мире мы производим. то есть об этом мы можем говорить спокойно с гуманистом. Ему не нужны будут там это вот считать деньги в первую очередь, ему, может быть, не нужны будут какие-то там технические детали, которые нужны будут дипломату, да, но ему нужно понимать, как нас принимают и что мы несем в мир, что мы несем людям. Так, что у нас ценят дипломаты? Конечно, цена-качество, то есть цена должна соответствовать качеству, поэтому надежность, функциональность, универсальность, качество мы должны в подробностях ему разложить по полочкам. Вот. Они будут анализировать, мониторить рынок, поэтому могут задавать нам очень много вопросов. Также важна для них эстетичность, также важно, чтобы для дипломата это была запланированная покупка, да, как я уже говорила, он будет полностью хорошо разбирать фундамент, какой он, для того, чтобы купить то, что мы ему предлагаем. Но купить, условно говоря, конечно, вы понимаете. Ну вот. Поэтому, когда мы идем на презентацию к дипломатам, нашему аналитику, то, конечно же, мы тут же находим страничку с сертификатами, то есть, какие мы уже сертификации прошли. Опытные все образцы показываем у нас их на сегодняшний день, 12 видов. Может быть, даже структуру предприятия, то есть, какие у нас заводы, где что у нас выпускается, технически обязательно характеристики транспорта. Он даже может задать вопросы по образованию Юницкого, кто это человек, а что он, а как это он смог, а что ему позволило быть таким умным и делать такие открытия. Поэтому здесь тоже важно полистать, посмотреть. Но также мы можем его пригласить на вебинары Суходоева и Владимира Маслова уже сейчас, к сожалению, только в записи. Но на каналах эти вебинары есть, и там очень много юридических вопросов раскрывается. Как раз то, что нужно нашему дипломату, потому что ему нужно, чтобы все было везде надежно, поэтому будет очень много проверок. Вот это что касается презентации, что касается людей по психотипам, как мы с ними общаемся. Дальше, следующая у нас тема, основной побуждающий фактор. Что это такое? Это я нашла книгу Алана Пиза, и мне очень понравилась эта теория, мне очень понравилась эта тема. Я решила, что ее тоже нужно понимать и знать, она нам очень помогает в работе. Так вот, Алана Пиз – это маркетолог, он первый свой миллион сделал на сетевом маркетинге, и его, как сказать, его высказывания, никогда не изменяйте то, что уже успешно работает. Это относится, конечно, к сетевому маркетингу. То есть, есть правила продаж, есть правила презентации, есть правила выстраивания структур. Поэтому зачем изобретать велосипед, когда он уже есть? Просто лучше заряжать и перезаряжать то, что уже есть, то есть получать новые навыки, знания и работать. Так как в нашей, в наш бизнес он рекомендательный, так как мы строим команды по типу сетевого маркетинга, так как у нас вознаграждения происходят также, то эта теория нам тоже очень подходит. Поэтому нужно понимать, что это для нас. Есть такой метод, вот он рассказывает о методе, метод четырех ключей. Первый ключ – это растопить лед. Второе – найти горячую точку. Третье – нажать на горячую точку. И четвертое – получить обязательства. Ну, получить обязательства в смысле заключить сделку. Книга называется «Ответы в вопросах». Поэтому, если что, можете почитать. Там эта тема очень подробно раскрывается. Вернее, эта тема – «Основной побуждающий фактор» как раздел. Потому что книга большая, она открывает очень много разных, понимает много вопросов и отвечает на них. Так вот, что такое «Основной побуждающий фактор»? Это движущая сила, которая мотивирует и ведет нас. Иногда подталкивает и на иной раз жестко заставляет действовать. То есть, простыми словами, основной побуждающий фактор – это тот фактор, который заставляет нас утром оторваться от дивана и идти действовать, что-то делать. Это могут быть разные причины. У всех нас эти причины, эти факторы очень разные. Кто-то хорошо живет, у него вроде как в среднем на все хватает, но ему все-таки где-то на что-то нужен дополнительный доход. У кого-то может быть доход очень хороший, но он понимает, что он еще где-то зависит, если мы молодые люди, еще где-то от родителей, живем в родительском доме или в квартире, которую родители подарили. А вот мне нужна финансовая независимость, я не хочу ни о чем думать, я не хочу быть никому должным, я хочу путешествовать, когда хочу и куда хочу, я хочу иметь хороший бизнес. Может быть, мы хотим как раз таки, как следующий пункт – это собственный бизнес, который позволит быть финансово-независимым. Вот, кто-то, может быть, не хочет работать, как работал там по 8 часов, а может кто-то и побольше, да, кому-то нужно больше свободного времени, поэтому они готовы по-другому работать, и мы можем предложить им такую работу. То есть здесь сейчас я выписала то, что подходит нам, то есть то, что наш проект может дать, он может удовлетворить любой из этих побуждающих факторов. Кому-то нужен личностный рост. Пожалуйста, вы можете проходить различного рода тренинги, у нас очень хорошая обучающая программа, и здесь же у нас можно, кроме того, еще и карьерный рост. Вот, помощь другим, новые знакомства – это, пожалуйста, это гуманисты, для вас зеленый свет, да, мы помогаем людям, мы помогаем и тем, кому мы пригласили в проект, и мы помогаем тем, кто будет пользоваться потом в дальнейшем нашим транспортом, то есть мы сейчас вкладываем свой труд, и это будет помощь будущим людям. Вот. Ну и, естественно, новое знакомство, путешествие. У нас происходит очень много разных мероприятий, в разных точках земного шара. На сегодняшний день уже 7 лет проекту мы уже объездили огромное количество стран, познакомились с немыслимым огромным количеством людей, подружились с ними, поэтому, пожалуйста, наш проект тоже это все дает. Вот. Желание уйти с работы, да, пожалуйста, можно уйти с какой-то работы, вот о чем я говорила там, где мы привязаны, и здесь мы можем развернуться так, что маркетинг это позволяет, мы можем зарабатывать гораздо больше, чем где-то, где мы работали на государство, на хозяина, да, на каком-то заводе. Вот. Наследство оставить, пожалуйста, это самое главное, наверное, что у нас, что дает наша компания, мы можем и сами пожить, и наследство оставить, потому что то, что мы становимся в дальнейшем полноценными акционерами, как раз и дает вот эту возможность оставить наследство своим детям. Ну и позаботиться о будущем планете. Пожалуйста, все факторы, все основные побуждающие факторы, которые могут быть у людей, ну, конечно, они могут быть не только такие, другие, но вот эти основные, они все могут быть удовлетворены в нашем проекте. То есть, если человек сказал, хочу дополнительный доход, он говорит, иди сюда. Он говорит, хочу новое знакомство, иди сюда. Хочу наследство детям. Пожалуйста, и это мы можем. Но очень важно знать, что у людей будет расти раздражение и недоверие ко всему, что говорите им вы. То есть, человек по своей сути, он эгоистичен. И если у него что-то не клеится, поверьте, мы будем не первые в его жизни, кто захочет дать ему какой-то совет и сказать, вот я знаю, как ты можешь поправить там свою ситуацию в жизни. Мы будем не первые. Но так как он остался на той же позиции, на которой он был, на которой мы сейчас его встретили, это значит, что он никого не слушает. Все советы, ему же дают советы, он их не принимает, потому что человек так устроен. А все, что говорят они, лично, вот это будет правда. Поэтому, разговаривая с человеком, нам очень важно, да, нам важно выявить его основной побуждающий фактор, да, что ему в этой жизни еще не хватает. Но нужно повернуть разговор так, чтобы человек сам сказал, что ему это нужно, что не мы ему говорим, вот тебе надо вот это, вот это, вот ты сейчас живешь, тебе не хватает денег, вот это, то-то, сё-то, вот смотри, тебе надо вот это сделать, вот это вот это приходи в проект у нас ты можешь нет нужно чтобы он сказал да я вот так вот живут да я в такой ситуации мне надо вот то 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 и то то и я не знаю где мне это взять и мы говорим ему давай я тебе расскажу и ты сам все поймешь да вот то есть вывести человека на такой разговор чтобы он все сам это как коуч он не дает никаких советов он вытаскивает из человека вспомогательными вопросами чтобы человек сам проговорил свою проблему осознал свою проблему и сам нашел выход из этой проблемы сам сам сказал какое ему нужно решение этой проблемы да здесь здесь действительно немножко нужно быть и психологом и коучем но поверьте таким образом мы реально помогаем людям мы не скажем вот вот ты такой глупый ничего в жизни не смог сделать вот до сих пор сидишь там вот в этой точке да давай иди сюда я щас тебя научу нет мы ему помогаем тем что мы можно сказать заставляем его посмотреть на свою проблему изнутри вытащить ее вот так вот разложить и самому найти решение это очень важно так вот как раз таки когда мы говорим о четырех ключах первое это надо было растопить лед это войти в контакт с человеком и здесь вот как раз нам помогает вот этот первый контакт когда мы понимаем кто перед нами звезда дипломат гуманист или командир то есть мы подбираем ключик к нему растопить лед чтобы у нас получился контакт чтобы нас получился разговор чтобы подавить или разборщик захотел с нами разговаривать вот второй ключ у нас было давайте вернемся второй ключ был найти горячую точку это как раз найти вот этот основной побуждающий фактор что человеку нужно да то что сейчас поговорила следующее нажать на эту горячую точку то есть заставить его говорить прям о проблеме конкретно и дальше мы переходим к своему предложению да то есть непосредственно уже заключаем сделку так вот нажать на эту горячую точку нам помогут пять золотых вопросов всего-то навсего пять вопросов как говорит алан пис никакой больше науки нам познавать не нужно первое что для вас важнее всего жизни это выявление основного побуждающего фактора мы это уже разобрали можно распечатать их на листочке и сказать посмотри пожалуйста вот что на твой взгляд для тебя важнее всего элементарно и пожалуйста и он выбирает да я хочу дополнительный доход да я хочу финансовую независимость и мы задаем вопрос а почему выбрали именно это это второй вопрос почему но почему ты выбираешь именно это ну потому что когда мне будет финансовая независимость я на сегодняшний вот я на сегодняшний день живу в квартире я буду приводить абсолютно бытовой пример который очень понятен всем я на сегодняшний день живу двухкомнатной квартире у меня есть двое маленьких разнополых детей мы с женой в одной комнате дети вдвоем другой комнате они подрастают у меня даже не 3 комнаты для них чтобы мальчика с девочкой разделить я сейчас работа на двух работах потому что жена по вечерам подрабатывает а днем она ухаживает за детьми потому что они еще мне маленькие и мне очень хочется чтобы этого не было то я хочу эту ситуацию как-то исправить поэтому когда у меня будет финансовая независимость когда я буду понимать что у меня денег достаточно чтобы удовлетворить все свои потребности я тогда буду счастлив почему именно это второй мы задаем третий вопрос почему именно это является для вас наиболее важным он будет ну как но я же говорю вам что я тогда смогу расширить жилье свою либо купить четырехкомнатную квартиру либо я смогу построить дом что было бы еще лучше при финансовой независимости и у меня жена не будет ни на каких подработках она будет домохозяйкой то есть она будет вести хозяйство у меня у детей будет на улице большая площадка я там сделаю им теннисный корт да или баскетбольную площадку они будут расти на свежем воздухе у каждого из детей будет своя комната у меня будет хороший гараж и не буду платить за стоянку вот то есть мне важно это потому что это я буду жить в комфорте я буду счастливы и мы говорим а что произойдет если у вас не будет возможности получить это мы как будто бы ему даем прочувствовать вот вот он уже размечтался да вот мы уже он уже построил нарисовал эту картинку объяснил нам для чего ему это надо потом мы сказали почему это является таким важным он объясняет нам еще раз более углубленно ну как потому что для меня это важная мужчина я хочу обеспечить свою семью хочу что мои дети в чем не нуждались что у них детство было счастливо ну конечно это для меня важно я же создал эту семью а что произойдет если у вас не будет возможности получить этого мы как будто бы начинаем его выдергивать из этого состояния он уже себе картинку нарисовал да что вот у него дома он уже сейчас проговорил даже все то что он где-то когда-то в мыслях выстраивал вот и человек может даже начинает раздражаться он как ну как что произойдет произойдет то что мы так и будем ютиться в этой двухкомнатной квартире если у меня всего этого не будет у меня подрастут дети им будет очень некомфортно жить в одной комнате потому что они разнополые жена так и будет по ночам ходить на какие-то там подработки а днем заниматься хозяйством я так и буду работать на двух работах у меня не будет свободного времени для того чтобы детям и семье вообще уделить время поехать куда-то отдыхать и нет возможности даже отпуск провести где-то за границей да и мы понимаем он начинает волноваться потому что он понимает что вот то что он сейчас нарисовал не будет нет он остается вот в той же ситуации в какой он есть это психологически очень влияет на человека и он может даже на и будет раздражителем и мы говорим да почему это вас так волнует он как почему потому что я не хочу всю жизнь прожить в этой двухкомнатной квартире я не хочу чтобы дети мне сказали что зачем ты нас родила если ты не смог нам дать там образование а дети будете обеспечить чем-то да я не хочу чтобы жена может быть пошла уже и на вторую работу тоже а я наверное на третью потому что дети растут и потребности тоже растут и нужно будет их потом учить высшим учебным заведением и не хочу больше в этом болоте вылезти из этого болота все человек сам проговорил я хочу вот мои проблемы я вижу чего я хочу я понимаю что мне придется делать я понимаю в чем я могу остаться если я не буду предпринимать никаких шагов то есть мы полностью можешь сказать про кучили его мы дали ему полностью прочувствовать ситуацию мы сначала ему как будто бы дали эту конфету потому что мы же сами понимаем тогда мы говорим о визуализации своей мечты то это помогает нам во первых какие-то детали прописать как нам идти к этой мечте а во вторых это дает нам какие-то силы потому что мы видим конечную картинку она нам нравится и нам это дает какие-то силы идти к этой мечте и здесь та же история мы его попросили рассказать чего он хочет как это будет выглядеть что он будет чувствовать когда у него все это будет он это все рассказал прочувствовал окунулся уже вот в этот комфорт вот в этот свой дом вот вот он уже увидел эту поляну с этим теннисным кортом для детей да он может быть собаку хочет детям завести большую классную собаку чтобы третий друг у них какой-то а в тире он этого сделать не может то есть он уже окунулся в это красивое счастливое свое будущее и тут мы раз и начинаем его оттуда выдергивать а он понимает я не хочу туда выходить все я готов что-то делать чтобы быть в этом состоянии и это этим мы поверьте мы этим помогаем человеку даже если вы не предлагаете ему участие в к в этом в нашем проекте представьте себе другую ситуацию у вас есть друг неудачник который все время плачет что вот ему плохо вы можете с ним попробовать проделать эту манипуляцию просто для того чтобы человек сам осознал почему он в данной ситуации что из этой ситуации есть выход это сейчас я знаете если мы сейчас откидываем наш проект то это как вы такой маленький психологический прием то есть наш друг поймет до выход есть нужно что-то для этого сделать я понимаю чего я хочу слава богу дать я знаю я не хочу чтобы там мне там гора денег на голову свалилась просто так да то есть человек осознает что он хочет каких-то обычных земных благ он понимает как к этому прийти что для этого нужно сделать да это очень поможет человеку и здесь та же история когда он нам все это рассказывает и вот мы говорим ну вот смотри теперь я тебе говорю о проекте ты сам увидишь что здесь ты можешь и вот это и вот это и вот это получить да или дополнительный доход для того чтобы купить себе более широкую квартиру либо поработать построить структуру даже сегодня и сейчас у нас есть заработок в краткосрочном периоде у нас есть заработок долгосрочном периоде значит сегодня и сейчас ты тоже уже можешь заработать на какие-то такие ближайшие нужды хотя у нас действительно есть компании люди которые зарабатывают но я вам скажу очень большие деньги ежемесячно на бонусах потому что они открывают регион то есть они запускают вот ветку выстраивают команду в какой-то стране где еще наших инвесторов нету да и тогда получается вся команда этой страны будет у него а по маркетингу это достаточно хороший процент то есть у нас очень хороший маркетинг и то есть я советую всем кто может быть даже там дремлет или вы понимаете что ваших командах люди дремлют встретиться еще раз открыть маркетинг еще раз его разобрать еще раз посмотреть просчитать потому что здесь действительно можно заработать вот сегодня и сейчас и вот тогда мы делаем ему предложение вот тогда мы делаем ему приглашение в наш бизнес да в большой бизнес нашего проекта где он может сделать свой маленький бизнес это свою веточку это свою команду свое направление развить вот потому что люди вот на самом деле покупают всего лишь по двум причинам то есть покупают идут на что-то поднимаются утром с дивана да по двум причинам когда им что-то очень 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 нужно просто жизненно необходимо ты понимаешь надо встать идти и делать и когда они чего-то очень хотят когда это мечта когда это стремление когда это хобби который дает им заряд энергии такой знаете позитив такой эти положительные эмоции то есть человек понимает что есть класс я буду это делать это как восхождение на эвереста вот я хочу и все я туда поднимусь встану и крикну я на весь мир я счастлив да я это сделал я туда поднялся и он будет идти туда зная с какими трудностями он столкнется потому что он этого очень хочет и точно так же в любой тяжелой ситуации когда мы понимаем что нам надо встать идти работать зарабатывать на что нужно кормить детей там или помогать родителям то есть у тебя есть люди которые от тебя зависят ты просто встаешь и делаешь да вот эти две причины и наша задача как раз таки выяснить их настоящую потребность или желание вот если мы это выясним мы сможем этому человеку предложить это получить или это исправить вот и немножко буквально пару слов я скажу о презентациях потому что мы об этом обязательно должны говорить особенно для новых людей что когда мой новичок если мы сами новичок только пришли в компанию то мы постараемся сами не делать презентацию потому что мы очень многого не знаем и нас можно загнать в тупик разными вопросами поэтому проще всего использовать уже готовые презентации которые у нас есть кабинете сейчас они будут все обновляться сейчас у нас будет новый бренд book то есть новые базовые нормы новый бренд новый в новом цвете вот ну конечно все развивается и мы тоже вот но готовые презентации у нас всегда есть также можно пригласить на презентацию какого-то спикера то есть у нас есть презентации которые происходят еженедельно самой технологии у нас есть презентации по дубликация быстро строение построение структуры команды как с этой командой взаимодействовать на разных языках поэтому сами изучаем и новичков приводим лучше послушать более уже опытного какого-то спикера да но если же у нас получается так что все хочешь не хочешь сегодня я должен делать эту презентацию потому что другого выхода нет у меня сегодня спонтанная встреча с человеком с потенциальным инвестором то мы тогда делаем такое как скелет можно сказать да наша презентация должна состоять из трех частей первое это проблема которая существует в мире с транспортом дальше решение которое предложил юницкий вот этот транспорт до в который в принципе мы предлагаем инвестировать и возможность участия в проекте то есть вот есть проблема вот есть решение и мы можем участвовать в этом проекте вот таким вот образом профинансировать стать будущим инвесторами акционерами да и получать постоянный доход также у нас личном кабинете есть отличные лендинги вот которые прям как это сказать электронная брошюра я их называю говоря русским языком да то есть мы открываем его и мы по нему можем сделать презентацию потому что он живой там ссылки работают ссылки на ролики на различные мероприятия то есть очень много такой вот живой подвижной информации плюс очень много написано четкой конкретики и здесь получается что открыв один лендинг вы по нему можете провести презентацию если вы ссылку на лендинг просто отправили в электронном виде то взяв ее из своего личного кабинета из своего личного кабинета то этот лендинг будет четко привязан конкретно к вашей реферальной ссылке и человек который по этому лендингу получает информацию смотрит ролики нажав кнопку зарегистрироваться или вступить в проект будет сразу зарегистрирован в ваш команду поэтому этим тоже пользуйтесь но естественно мы используем ролики только с официальных каналов не собираем весь мусор по интернету чтобы это было все четко профессионально правдиво чтобы информация была ни капельки нигде не скажу на не приукрашена я хочу сказать что на ю тубе на всех этих разных личных каналах есть как и ролики которые несут зло потому что много гадости говорят сейчас конечно уже намного меньше потому что уже тяжело говорить что наш транспорт состоит сделан из фанеры да когда уже можно своими руками потрогать пощупать прокатиться когда сертифицированные трассы когда на них ездят люди когда там уже масса делегаций побывали и сми написали да но еще три года назад люди умудрялись проехав на транспорте как есть одно издание белорусское написать что вагончик сделан из фанеры да поэтому и также есть в этих личных каких-то роликах частных роликах противоположные записи противоположные ролики которые очень сильно приукрашают нам не надо ничего приукрашать у нас только достоинств у нас только сказать преимуществ и настолько достижений что нам не надо ничего приукрашать нам есть о чем поговорить нам есть что посмотреть поэтому берите информацию с официальных каналов там ее ну как говорится выше крыши ну и пользуйтесь конечно печатной атрибутикой с нашим логотипом то есть вы понимаете да что можно ко мне обратиться можно через кабинет через личку через канал и как угодно найти меня написать получить макет наши визитки макет каких-то вернее макеты для печати на различных предметах да это могут быть и сумочки пакет это могут быть ручки то есть мы можем что-то индивидуально разработать там вот на майке у нас есть на кепке у нас все это есть вот пользуйтесь конкретно макетами печатайте у себя в странах да что-то у меня есть я могу прислать посылкой дальше что мы говорим на презентациях это об инвестиционных возможностях если уже мы понимаем что мы не просто рассказываем какая шикарная технология есть мы вот там участвуем да мы говорим о том что да можно инвестировать можно участвовать и пожалуйста я тебя приглашаю то есть об этом мы говорим ну то есть мы приглашаем людей в бизнес вот и то есть может быть человек просто хочет стать инвестором и ему рассказываем какие есть программы условия финансирования проекта и все а если человек хочет строить бизнес то мы его приглашаем знакомить с маркетингом и возможностями заработка какие у нас есть вот так же если мы ведем сами презентацию нам очень важно подготовиться в первую очередь просмотреть последние недельные новости в личном кабинете там тоже публикуются очень много новостей то есть там хватает уже да вот на каналах все вот есть книга 100 вопросов 100 ответов ее тоже иногда можно листать там мужчина в информации технической очень много информации которая для дипломатов будет очень интересна и полезна конечно же хорошо когда мы идем на презентацию имеем с тобой печать собой печатный каталог который можно потрогать полистать посмотреть картинки вот у нас тоже еще есть такие каталоги в продаже вот хорошо когда у нас есть маленькие буклетики которые мы можем оставить после презентации после беседы с человеком оставить ему потому что ну чтобы напоминала нашей беседе если нам человек сразу ничего не сказал также можно распечатать список инвестиционных предложений пакетов промо акций что у нас существует на сегодняшний день потому что это закрытая информация и нет в открытом доступе и ее можно увидеть и прочитать только если зарегистрироваться личный кабинет а если у нас перед нами новичок мы ему только рассказываем мы не давим на него что мы не будем его сейчас прям регистрировать ему нужно подумать ему нужно посмотреть дополнительную информацию пожалуйста но если мы ему дадим распечатанный листочек с инвестиционными предложениями он уже будет видеть он сможет посидеть посравнивать пакетики это что есть какие там дисконты какой выгоднее какой не очень да то есть этот таки у него листок будет перед глазами у него будет с чем поработать и это поможет ему принять решение да может быть он посчитать скажет нет не выгодно я не буду а может быть наоборот поэтому этот хорошо бы идя навстречу такой список с собой взять распечатать чтобы оставить тоже нашему собеседнику ну конечно же компьютер планшет телефон обязательно чтобы мы могли показать живые ролики тут же сегодня сейчас конечно мы можем на словах все рассказать но на брошюрах показать да но если и сказать там допустим я тебе ролик потом пришли но если у нас есть где его показать лучше показать прокомментировать этот ролик а еще лучше если уже сами побывали проехались показать свой свой конкретный ролик как вы проехали то что вы лично отсняли то что вы видели своими глазами что вы там были да это тоже очень ну помогает и это добавляет как бы правдивости вот нашим словам ну вот промо акции можно вот тоже распечатать и показать что у нас есть да я как пример сделала также можно у нас получить макет визитки у нас визитка на 24 языках нет на 16 до 4 языках это у нас буклет на 16 языках у нас есть визитки и на второй чай на второй стороне визитки мы как раз разместили основные побождающие факторы что очень помогает начать разговор с собеседником потому что когда вы даете визитку там обычно либо вторая сторона абсолютно чистая либо еще какая-то там информация там телефоны и мейлы или что-то еще а у нас такая необычная информация человек открывает и что это такое отыгрыш а вот посмотри а вот скажи а что для тебя важнее всего а чего тебе сейчас не хватает а чего бы ты хотел чтобы твоей жизни еще было вот из этого списка да и он посмотрит почитает отметит вот и ты говоришь я тебе могу про это рассказать и понимаете это это помогает завязать разговор вот как раз таки мы можем тут же если у нас есть время мы можем тут же перейти к пяти золотых вопросам а с другой стороны может быть этот человек дома несколько раз еще покрутит руках эту визитку и несколько раз увидит что он отметил и поймет да действительно вот я так навскидку отметил а мне действительно надо это и не только мне наверное еще вот этот фактор очень нравится я бы вот этого еще хотел да то есть это позволяет ему продолжить с вами взаимодействие потому что это заинтересовывает людей мужик мы прошли через это мы уже испытали и проверили это заинтересовывает людей и они хотят понимать дальше это наша брошюра на лист а4 который складывается в трое получается такой вот буклетик длинненький это внутренняя сторона пожалуйста мы даже по одному буклету можно полностью провести презентацию потому что здесь есть о нашем транспорте здесь есть сравнительные характеристики по загрязнению и по затраты на эксплуатацию здесь есть по транспортной аварийности статистика да и сравнение с другими видами транспорта о достижениях проекта есть какие наши перспективы то есть пожалуйста здесь очень четко и коротко собрана а собрана самая главная информация которая позволяет нам рассказать о проекте этого достаточно и плюс на обратной стороне у нас есть qr-код отсканировав который можно попасть в ако технопарк мариной горки под минском виртуально да и в режиме 360 градусов по полностью пройти по всему ако парку и посмотреть что там и как работает и как это выглядит то есть пожалуйста брошюра на вес золота у нас есть 24 языка макеты на 24 языках и плюс есть готовые русские английские варианты то есть их можно либо отдельно заказать либо заказать в виде корпоративного набора да у нас есть также корпоративные наборы их можно сказать в кабинете в нашем найти и заказать получить ежедневник который не датированный можно начинать его в любое время года даст поставил дату и погнал как говорится то есть он не датированный вот пакет 55 буклетиков на английском или на русском языке ручка и флешка то есть вот такие у нас есть как противный набор а также можно использовать большие баннеры у кого есть офисы или может быть кто-то лично хочет для пользования такой большой баннер тоже несколько видов у нас есть можно заказать макеты отпечатать у себя и по баннеру точно также можно рассказать о технологии и провести презентацию есть вертикальные и есть горизонтальные так что пожалуйста обращайтесь вот и в заключении хочу всем пожелать успеха сказать что дорога к успеху никогда не бывает гладкой она бывает тернистой чаще нам бывает ступенчатой да но все трудности которые мы преодолеваем поднимают нас на следующую ступеньку то есть дорогу к успеху это ступеньки на ступеньки которые неизменно ведут вверх поэтому желаю всем успехов и в жизни и в бизнесе и чтобы у вас все всегда получалось чтобы все ваши начинания приходили только к положительному результату вот я прощаюсь с вами я благодарна вам что вы были до конца я вижу что на ютубе есть много людей спасибо вам за поддержку за то что вы слушали я буду очень рада если сегодняшняя информация будет для кого-то ну реально полезным все благодарю и до следующего четверга с вами прощаюсь мы рассмотрим следующие две темы о том как мы поддерживаем как мы руководим своей структурой своей команды как мы поддерживаем команду то есть это будет у нас о поддержке и о работе с возражениями так что приглашаю в следующий четверг в это же время на следующие две темы всего доброго